Президент Астан Бжаня провел расширенное совещание по вопросам энергоснабжения страны и собираемости оплаты за электроэнергию. С 14 по 19 ноября делегация парламента Абхазии находилась с визитом в Турции, где провела ряд встреч с коллегами из турецкого парламента. Количество людей, выбирающих вакцинацию как средство защиты от коронавирусной инфекции, растет. Вопрос энергоснабжения страны и собираемости оплаты за электроэнергию обсудил президент Астан Бжаня на расширенном совещании с участием членов правительства, сотрудников президентской администрации, руководителей госучреждений и ведомств. Открывая совещание, глава государства отметил, что с наступлением холодов увеличились нагрузки на электросети и участились аварийные отключения, и что необходимо предпринять меры для устойчивого и постоянного обеспечения населения электроэнергии. Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности гендиректора Черноморэнерго Тенгиз Гирдженба. Он сообщил, что причиной аварии в основном являются возросшие нагрузки на электросети. Сегодня мы собрались с вами для того, чтобы обсудить эти вопросы, посмотреть, что мы смогли сделать и что мы должны сделать дальше для устойчивого и постоянного обеспечения электроэнергии нашего населения. Население справедливо возмущается, и их возмущение вполне понятно. Вчера, позавчера, на прошлой неделе были отключения, были аварии. Кто сейчас нас проинформирует о том, что было сделано. Пришла авария высоковольтной линии электропередача 110 кВт. Велого комара на день. Линия оборвалась. Это было вечером. Уже не представлялась возможности его устранения вечером. Приступили к работам рано утром. И до 11 часов уже была устранена авария. Причина авария? Причина авария – перегруза на линии 110 кВт. Номинал его 450 А, уже 550 А несет это на линии. Причина перегруза состоит в чем, в свою очередь? Ну, повышение нагрузки по всей системе, в нашей системе. На совещании также обсуждались итоги работы по борьбе с незаконной добычей криптовалют. Реализация таких крупных инвестпроектов, как строительство аэропорта, газификация, программа льготного кредитования. Шла речь и о ремонте тоннеля и трех мостов в Кадорском ущелье, который будет проведен в рамках инвестпрограммы в 2022 году. Расширный репортаж совещания президента смотрите в нашей программе после выпуска новостей. Президент Астамбжаня подписал указ об учреждении посольства Абхазии в Никарагуа, сообщает пресс-служба главы государства. Посольство будет открыто в следующем году. Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года. А через год были установлены дипломатические отношения между странами. Министру по налогам и сборам Джансу Хунанб присвоен классный чин госсоветника налоговой службы. Соответствующий указ подписал президент Астамбжаня. Астамбжаня встретился с представителями научной и творческой интеллигенции Абхазии. Обсуждалась ситуация в научных, образовательных и культурных учреждениях страны. Представители интеллигенции рассказали главе государства о проблемах, с которыми сталкиваются в работе, поделились видением их решений и планами. В рамках встречи глава государства сообщил, что в 2022 году начнутся работы по восстановлению музея Нестера Лакоба. Слова деятелей культуры, науки, они всегда весомы. Наша интеллигенция вносила и вносит значительный вклад в развитие нашей государственности. Сегодня я хотел бы обсудить с вами несколько вопросов, имеющих отношение к вашей деятельности, основные проблемы, которые стоят перед вами, чтобы вы их озвучили. Мы, в свою очередь, расскажем о том, какие вопросы мы решаем, с какими сложностями мы сталкиваемся и какие проблемы на этом этапе для нас, для руководства Абхазии являются ключевыми. Мы бы хотели, чтобы наша работа совместная была продуктивной. Мы хотели бы в рамках сегодняшней встречи подискутировать, может быть, подкорректировать некоторые свои планы вашим взглядом. Репортаж со встречи Аслана Бжаня с представителями научной и творческой интеллигенции смотрите в нашей программе 23 ноября. С 14 по 19 ноября делегация парламента Абхазии находилась с визитом в Турецкой Республике. Участники делегации во главе со спикером Валерием Кварчи приняли участие в выборах председателя Федерации Абхазских культурных центров. Кроме того, был проведен ряд встреч. Все подробности в репортаже Эсмы Гуланзы. Основной целью поездки абхазских парламентариев в Турцию было участие в выборах председателя и Совета правления Федерации Абхазских культурных центров. В результате голосования делегатов пленарного заседания 12-го съезда Федерации председателем был избран Мурат Махария. Делегацию парламента Абхазии возглавлял спикер Валерий Кварчи. В ее составе были депутаты Илья Гуния, Тайфун Ардзенба, Алхаз Джинджоли, Винор Бебе, Дмитрий Гунба и Астамур Логуа. Народные избранники впервые за послевоенное время посетили коллег турецкого парламента. Встречи проходили на разных уровнях. Безусловно, там есть представители нашего этноса, это сегодня оппозиционный депутат Паб Бенгин, но это один из самых больших патриотов, проживающих в Турции, патриотов абхазского государства. Мы еще встречались с представителями правящей партии, это тот депутат наш, шапсукский браток, как оказалось, возглавляющий комитет по обороне и безопасности в Турции, являющийся главой парламентской группы дружбы между Турецким парламентом и Государственной думой Российской Федерации. Он привел еще пару депутатов, являющимися тоже представителями правящей партии. На встрече обсуждались вопросы взаимного сотрудничества, в частности, реализация ряда совместных инициатив и мероприятий. Кроме того, планируются визиты турецких депутатов в Абхазию. Готовится одно крупное мероприятие, будет культурного характера. Куда будут приглашены все представители народов, диаспор, проживающих в самой Турции, где планируется участие высшего руководства Турции. И если это мероприятие состоится, как его наметили в декабре, то абхазская делегация парламентская будет в нем принимать участие. Турецкая партия «Ватан» организовала пресс-конференцию, на которой делегаты и председатель партии Дугу Перенчек ответили на вопросы, интересовавшие турецкое журналистское сообщество. Выражалось готовность и подписание соглашений между нашими телевизионными каналами и турецким каналом. Я надеюсь, что мы эту работу, которую начали год назад из-за пандемии, не смогли реализовать до конца. Но в новом году очень надеюсь, что появится передача, которая будет транслироваться на 80-миллионную турецкую аудиторию. Астамур Логуа выразил готовность двигаться дальше и продолжать работу, направленную на признание независимости Абхазии и другими странами. Очень разного рода вопросы поднимались, и в том числе, которые интересуются сейчас вообще в наш регион в целом. Это вот платформа 3 плюс 3, которая обсуждается на самом высоком уровне. Идея руководства Турции, которая была предложена и поддержана и Ираном, и Российской Федерацией, Азербайджаном. Вопросы есть по Армении и Грузии, соответственно. Но, к большому сожалению, об Абхазии там никто не говорит и не упоминает. Но, еще раз повторюсь, мы будем стараться добиваться, если эта площадка каким-то образом быть там представленными. Если нет, то будем реализовывать с нашими друзьями, через их связи с другими странами региона, альтернативные площадки, где абхазское мнение, абхазская оппозиция как независимого государства будет представлена. Астамур Логуа также сообщил, что представители Абхазии в Турции занимаются решением вопроса морского сообщения между Абхазией и Турецкой Республикой и выразил надежду на положительный результат. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил поздравительное послание в адресе Нала Арзенба в связи с назначением на пост министра иностранных дел Абхазии. Российская сторона продолжит оказание всемерного содействия в достижении задач по укреплению международных позиций республики, упрочению ее региональной стабильности и безопасности, говорится в поздравлении Лаврова. С назначением на должность министра иностранных дел Инала Арзенба поздравил и министр иностранных дел Республики Никарагуа. Денис Манкада пожелал Иналу Арзенба успехов в выполнении новой дипломатической миссии. В республике продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции двухкомпонентной вакцины «Спутник Ви». По словам специалистов, динамика хорошая и с каждым днем количество людей, желающих сделать прививку, растет. Репортаж Алики Трэпш. В Абхазию завезли 6 тысяч доз двухкомпонентной вакцины «Спутник Ви». К вакцинации данным препаратом приступили 18 ноября. В настоящее время провакцинировалось около 100 человек. В Сухуми сделать прививку можно в первой и третьей поликлиниках, а также в городской клинической больнице. В связи с загруженностью этих пунктов были открыты и дополнительные. Первый раз у нас была очень большая нагрузка именно по «Спутнику Ви», потому что люди понимали всю ситуацию и сложности этого заболевания. И была очень большая нагрузка. И за счет того, что загружены были наши поликлиники, министерство здравоохранения нам дало дополнительно три пункта вакцинации. То есть республиканские – это получается поликлиника моряков, районная поликлиника и также республиканская больница. То есть на сегодняшний день все пункты у нас задействованы. Они работают в усиленном режиме. Прививка «Спутник Ви» рекомендована всем гражданам в возрасте от 18 лет и старше. Она проводится в два этапа. Вторая доза вакцины вводится на 21 день после первой. Говоря о вакцине «Спутник Лайт», то всего было завезено более 5000 доз. В настоящее время осталось 500 доз вакцины, которые будут направлены на ревакцинацию. То есть повторное введение вакцины для поддержания иммунитета, выработанного предыдущей прививкой. Вакцинация обычно проходит с 10 часов до 12 часов утра, в зависимости от количества людей, заблаговременно записавшихся на процедуру. Прививку от коронавирусной инфекции люди переносят по-разному. В подавляющем большинстве случаев побочные эффекты проявляются в виде небольшой температуры и недомогания в течение одного-трех дней. Сделавшим вакцину выдают QR-код. Некоторые предполагают, что можно получить сертификат на выдачу QR-кода, не сделав прививку. Специалисты такой вариант полностью исключают. Выдать QR-код без вакцины невозможно, потому что это привлекается, во-первых, административной ответственности. Мы будем за каждым следить, за каждым медицинским работником. Следим не только мы, руководители, но также и правоохранительные органы, которые несут ответственность именно по этой работе. Для этого уже на местах у нас устанавливаются камеры видеонаблюдения. В них сегодня устанавливаются первые, также и в Синовской, и во вторую горбольницу устанавливаются камеры видеонаблюдения. Медики единогласно призывают граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий, соблюдать элементарные правила безопасности и вакцинироваться. В связи с ростом количества аварийных отключений, вызванных постоянным увеличением нагрузок на электросети страны, в некоторых районах республики и столицы вводятся дополнительные ограничения на поставку электроэнергии. Как сообщает пресс-служба РУК Черноморэнерго, это коснется абонентов подстанций Сухум-2 и Гудаутского района. Измененный график ограничений вы можете видеть на своих экранах. Будь гибким, построить свою карьеру сам. Под таким названием в Сухумской первой школе при поддержке Министерства просвещения и языковой политики прошла лекция психолога-тренера по личному развитию Аванеса Цатуряна. Учащимся 11 классов рассказали о современных формах социализации, о том, где и как можно получить помощь в построении будущей карьеры и как определить свои задатки и таланты. Эти лекции будут направлены на помощь ребятам в дальнейшем, выбрать свою сферу профессиональную, свое направление деятельности, дабы полноценно реализовать все свои таланты, задатки и навыки. Очень тепло и приятно встречают, включаются в работу. Не зажатые, не стеснительные, да, открытые. И не было, вот знаете, диссонанса о том, что я говорю о чем-то далеком, да, а вот реалии жизни другие. Ребята готовы к тому, что им после окончания школы и дальше придется учиться еще, придется пробовать новые сферы, придется изучать себя, придется совершать первые шаги в жизни, на которые, ну, совершать опыт, которого еще не было. Поэтому молодежь интересная, открытая, интерес проявляли. Я получил удовольствие от работы с ними. Проектный офис продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и ООН «Женщины» проводит конкурс рисунков среди школьников на тему «Роль женщины в сельском хозяйстве». Подписанные работы необходимо пронести на станцию ГУМА в павильон Смолол до 30 ноября. Победители лучших рисунков будут награждены памятными призами. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 23 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность. Днем без осадков, к вечеру возможен дождь. Температура воздуха ночью 4,9, днем 10-15 градусов тепла. Температура морской воды плюс 15 градусов. На этом информационный выпуск «Амшипшара» подошел к концу. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok